Что саиенция и как и почему она работает Несет меньше информации, чем один английский слог Так что скорость обмена примерно одинаковая Но что насчет письменной речи? Квадратная форма китайских иероглифов По идее должна легче попадать в центральное поле зрения Чем длинные слова в английском Поэтому лингвисты предположили, что китайцы читают быстрее Но эксперименты показали, что носители английского читают по 7-8 букв за раз Тогда как для китайцев это 2,6 иероглифа При этом они больше нагружены смыслом Поэтому средняя скорость чтения на обоих языках Эквивалентно примерно 380 словам в минуту То есть скорость коммуникации ограничена не языком А способностью обрабатывать информацию Но как посчитать ее количество? Меньше всего информации содержит ответ «да» или «нет» Ты смотрел «Холодное сердце»? Да Да или нет Орел или решка Мы можем обозначить эти ответы как 1 и 0 Одна двоичная цифра Один бит информации Бросок кубика может дать 6 возможных ответов На каждый вариант потребуется по 3 бита Чтобы закодировать одну из 26 букв английского алфавита Нужно 5 битов информации Но прибавить сюда строчные буквы, знаки припинания и цифры И число символов вырастет до 95 И чтобы записать все это потребуется 7 битов Так в 63 году и появился американский стандартный код для обмена информацией или ASCII Ближайшую степень двойки, 8, решили использовать как базовую единицу компьютерного исчисления Ее назвали BITE В английском написании букву I поменяли на Y, чтобы не перепутать с битом А сколько информации нужно, чтобы записать лично вас? Весь ваш генетический код кодируется молекулами четырех видов T, A, G и C Вашего ДНК Каждая из них может быть записана с помощью двух цифр Если умножить это на 6 миллиардов букв генетического кода и разделить на 8 битов, получим полтора гигабайта информации То есть можно уместить весь генетический код на один DVD и еще место останется В силе человека 40 триллионов клеток и каждая содержит полную копию ДНК То есть вы храните в себе 60 сиксти байтов Это 21 ноль после 60 Для сравнения к 2020 году вся цифровая информация на Земле будет составлять около 40 сиксти байтов И вся она уместится в 100 граммах ДНК Внутри вас больше информации Но не забывайте, ваша ДНК на 99,9% идентична ДНК всех людей И лишь одна тысячная часть уникальна То есть информация, отличающая вас от других, займет меньше мегабайта И поместится вот на такой штуке Дискете, если кто не знал А вот видео как раз может занимать очень много места Чтобы отразить оттенок каждого из двух миллионов пикселей 30 раз в секунду на протяжении всего ролика потребуется 100 гигабайт Но его можно посмотреть на Ютьюбе в HD-качестве, используя лишь одну тысячную от этого числа Загрузить столько информации в таком небольшом файле возможно потому, что в видео, как и в испанском, много лишнего Майкл, знаешь о чем я тут думал? О чем же, дорог? Об информации И? Это физический объект Она имеет материальное воплощение Как это? Взять наши слова Ведь они, по сути, вибрации воздуха Это не абстракция, а реальное физическое явление, которое мы можем измерить Это правда, а еще они не исчезают после того, как сталкиваются с частицами воздуха Да, вылетев из моего рта, они взаимодействуют с окружающими объектами Ты хочешь сказать, что теоретически, зная достаточно много о законах этого мира и положении в нем частиц, я мог бы отследить всю информацию, которая когда-либо существовала в мире? Верно Верно В принципе, ты мог бы восстановить все, что мы здесь говорили сегодня Ух ты Переведено и озвучено студией Верт Дайдер Субтитры создавал DimaTorzok